Музыка Угадайте, что мой муж сейчас делает? Ну, вариантов может быть только два. Или бантик на платье завязывает, или бантик на платье развязывает. Неправильно. На самом деле он целомудрее стяжает. Так, ну вот, бантик завязался. Благодаря этому платью таким образом мы прокачали мастерство мужа и красоту жены. И настижали некоторое количество целомудрия. Йоу! Надо нашим зрителям пояснить, что такое целомудрия. А то они, скорее всего, и не знают, что это такое. А мы сами точно не знаем, что это такое. Мы знаем только, что целомудрие – это христианское добродетель. То есть, что-то хорошее, поэтому надо стяжать. Стяжать – это значит брать. Все определения целомудрия построены по принципу объяснения одного непонятного слова через несколько таких же непонятных и неоднозначно понимаемых слов. Может быть, тогда у Яндекса спросим? А я уже спросил у Яндекса. По запросу «Целомудрие» в Яндекс.Картинках выдалось много фотографий красивых женщин. И таким образом я решил, что целомудрие – это красивая женщина. То есть, в данном случае целомудрие – это моя жена. Следовательно, стяжать целомудрие – это прокачивать женщину всякими донатами и апгрейдами. Переведи свои термины на человеческий с компьютерного, а то они такие же непонятные, как и термин целомудрия. Ну, как раз компьютерные термины, они гораздо понятней. Для них хотя бы есть понятные синонимы. Ну, вот, например, донат – это подарок. Например, цветы. Прокачивать – это улучшать параметры. Например, параметр «Красота» улучшается платьями и ювелирными украшениями. Параметр «Настроение» улучшается интересными развлекательными мероприятиями. Апгрейд – это повышение качества. Например, приятельство апгрейдится в дружбу. Дружба апгрейдится в любовь. Подруга апгрейдится в невесту или в любовницу. Ну, а невеста? Ну, а невеста тогда в жену апгрейдится. А с целомудрием так не проходит. Потому что те монахи, которым их духовный учитель говорил про целомудрие, они сами его понимали. И даже более того, они понимали, почему именно им, их духовный учитель, говорит про целомудрие. Но женщин-то у них в монастыре не было. А может, как раз у них и были в монастыре женщины, раз им духовник говорил про целомудрие. То есть, именно им духовник говорил про целомудрие. Ну, или у них было что-нибудь другое, что они использовали как женщин. А мы по совету Яндекса будем читать, что целомудрие – это красивая женщина. И стяжать целомудрие – это делать её ещё более красивой и счастливой. Кстати, от такого понимания есть и практическая, и духовная польза. Практическая польза в том, что с красивой и счастливой женщиной можно как минимум сфотографироваться и настижать… В соцсетях множество просмотров и мальчиков. Ну да. А духовная польза, что женщина, вопреки мнению борцов с абортами, это тоже человек. И к женщине можно проявлять христианскую любовь, как к ближнему. Или просто любовь. В общем, перед 8 марта мы так креативно и не выходя за рамки христианского вероучения истолковали непонятное слово «целомудрие». Желаем всем, девочкам, проповедовать именно такое понимание целомудрия среди своих мальчиков. Будет всем приятно и полезно. Ну а всех девочек мы поздравляем с 8 марта. Желаем любви, счастья и хороших отношений с мальчиками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова